сравнительно недавно я заинтересовался своим любимым блюдом называется это блюдо пельмени и вот по этому поводу я достал монетку 1993 года ленинградского монетного двора с изображением медведя вот теперь попробую объяснить как связаны пельмени и медведи дело в том что у уральских пельменей из чего они были сделаны это вот современные это у нас стало быть там берешь мясо немножко сала немножко еще чего-то и получается уральские пельмени но изначально когда-то очень очень давным давно в то время когда медведей было очень много на урале ингредиенты были такие сало смешанные с мясом медведя фарш медвежий был вот вот такой вот интересный для меня факт вообще из медведя кроме то это вот у нас красная книга россии такая вот монетка была община в 1993 году тут гималайский медведь не призывая никого кушать блюда из медведей но вот такая вот пельменная тема то что я не знал раньше так скажем еще у китайцев тоже из медведей жила по какой-то деликатесные блюда не делают но у нас то что на территории россии это пельмени вот про пельмени я не знал а вообще хорошо мы этой темы коснулись почему бы не вспомнить пельмени и великие люди император николай второй по воспоминаниям моряков императорские яхты штандарт терпеть не мог икру и соленую рыбу зато обожал жареные на сковородке пельмени то что я тоже очень-очень люблю так что смело можно презентовать домашние жареные пельмени как любимую еду русских царей своей любовью к пельменям славилась и художник василий суриков сибирские пельмени он считал верхом кулинарного искусства но вот фарш из индейки не признавал а на вопрос почему объяснял что не из-за вкуса тем что индейка слишком некрасивая птица ну вот еще и не то что есть но и готовить пельмени очень любил писатель максим горький он много раз упоминал их в своих произведениях а еще в воспоминаниях современников сохранилась история о том как живя в 20-х годах 20 века в одном из санаторий в германии однажды он предложил заехавшим его навестить русским гостям слепить пельмени размахнулись по-сибирски остановились только когда были готовы полторы тысячи штук после чего хозяин санатория предложил сделать русы шапельмени с участием горького частью постоянной развлекательной программы санаторий но изрядно уставший от собственной затеи горький его за это чуть не побил попробовав русские пельмени актриса мила йовович однажды пошутил что это блюдо причина которая могла бы убить ее никогда не уезжать из россии писатель александр генис читал что пельмени не только едой но и развлечений вроде танцев имея ввиду конечно коллективный процесс их приготовления пожалуй каждый кто хоть раз лепил пельмени большой компании с ним согласиться вот такая у меня на сегодня как мне показалось интересная тема вообще день пельменей это у нас 18 февраля к этому дню я чего-нибудь тоже как бы сниму ну а на сегодняшний день хотелось бы вот как бы неожиданно вот так вот вспомнить это уровень уральское блюдо так скажем общероссийской но родина все-таки урал почему урал пельмени с финно-угорского языка переводится вот как тесте стяное ушко ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания